Добрый день, уважаемые члены жюри, уважаемые соискатели, уважаемые гости. Вашему вниманию предлагается презентация, посвященная конституционно-правовым проблемам территориального устройства России и зарубежных государств. В ней я постараюсь кратко представить содержание докторской диссертации по этой проблематике, защищенную в конце 2013 года. Исследования данной тематики наглядно иллюстрируют довольно общие проблемы, с которыми сталкивается современная общественная наука. Приоритеты среди этих проблем, конечно, можно расставлять по-разному, поскольку все они так или иначе взаимосвязаны друг с другом. Одной из самых заметных проблем, от которых можно оттолкнуться при их перечислении, это так называемая проблема дефицита научной новизны. В условиях, когда по каждому более или менее значительному вопросу имеется большое количество работ предшественников, а о территориальном устройстве государства только юристами издано тысячи публикаций, авторы чувствуют себя довольно не свободно. В результате они либо принимают на себя роль осторожных корректоров, дополнителей уже существующего научного здания, либо уходят в смежную с юриспруденцией сферы. Я, конечно, не являюсь противником комплексных междисциплинарных исследований, но применительно к территориальному устройству государства движение юристов в этом направлении дало совсем не радужные результаты, поскольку многие представители юридической науки просто посчитали, что на основе общей эрудиции здравого смысла смогут осилить и экономическую, и социологическую, и политологическую сферы. Закономерным результатом этих междисциплинарных, кавычках, исследований, не подкрепленных междисциплинарным профессионализмом стало не столько обогащение юридической науки за счет смежных научных дисциплин, сколько снижение научного уровня получаемых выводов, подмена юридического осмысления предмета имитации политологических, экономических, социологических рассуждений. В качестве примеров проведу некоторые позиции. Во-первых, во множестве конституционно-правовых работ о территориальном устройстве авторы, как ни странно, говорят о его социально-экономической эффективности, целесообразности и тому подобном. Поразительно, но никто не усомнился в том, что это понятие вообще почти не имеет права на существование. Социальная эффективность и экономическая эффективность – это, очевидно, совершенно разные категории. Они противоположны друг другу, рассчитываются раздельно, достигаются за счет друг друга. И главное, если социальную эффективность территориального устройства еще можно куда бедно рассчитать, то от методики расчета его экономической эффективности наука и техника еще очень далеки. Весьма популярной среди юристов-конституционалистов стала идея о необходимости сокращения чрезмерного, по их мнению, числа территориальных единиц на всех уровнях. Сылается при этом фантастика на учебники по менеджменту, как правило, где говорится об оптимальности 5, 12 и так далее единиц управления. Между тем, еще в советское время эти вопросы были разрешены гораздо более профессионально и глубоко. Наши экономисты показывали, что в зависимости от специфики объекта управления целесообразным количеством единиц управления может быть и несколько, и десятки. Кроме того, очевидно, что современные территориальные образования – это не единицы командного управления, а прежде всего единицы самоуправления, и на них количественные оценки такого рода вообще не могут распространяться. Наконец, среди юристов стали популярны проекты реформирования территориального устройства с определением числа, конфигурации территориального образования и так далее. Это вообще почти безобразие. Юридическая наука в принципе не располагает инструментарием, посредством которого можно было бы обосновать такого рода предложения. Это не означает, конечно, что для юриста такого рода проектирование – это табу, просто такие проекты – это в чистом виде публицистика, а не юридическая наука. Отдельных слов заслуживает методологический, по сути, кризис в исследованиях территориального устройства, который при этом довольно легко лечится, поскольку он не обусловлен ничем, кроме как пренебрежением к общеизвестным методологическим установкам. В частности, многие весьма авторитетные исследователи весьма неохотно признают невозможность однозначных оценок любых явлений реальности, таких, как, в частности, правовая асимметрия в положении территориальных единиц по отношению друг к другу. Там, например, где речь идет об оценочных явлениях, с ними обращаются как с некими реальными сущностями. Исследователь сам конструирует свое определение, понятие федерации, автономии, суверенитета. На этой основе вступает в дискуссию с другими специалистами о том, какие образования являются федеративными, автономными, суверенными, в то время как предмета для споров здесь, по большому счету, часто нет. Это борьба технических умозаключений, которые вытекают из определений, а не содержательных позиций. С большой неохотой исследователи принимаются за аналитическую деятельность. Самым ярким примером здесь является так называемая проблема равноправия субъектов Российской Федерации, один из которых входит в состав другого. Как только ее не называли парадоксом и нонсенсом, и другими обидными словами. Между тем, нонсенс — это, по сути, сама постановка данной проблемы. Дело в том, что территориальное образование, в том числе субъект Российской Федерации, это не цельное понятие, не цельное явление. Одним и тем же термином, в зависимости от контекста, мы просто обозначаем разные понятия и срезы реальности. Когда мы говорим о пространственной протяженности, мы имеем в виду территориальное образование как некую географическую реальность или как сферу компетенции, они могут пересекаться, накладываться друг на друга. Но когда речь идет о субъектах права, никакого ухождения, в общем-то, нет. У территориального образования как субъекта права нет пространственной протяженности, он вообще не материален. У него есть компетенционная сфера, но это не его тело, условно говоря. Поэтому и проблема вхождения, и проблема равноправия существует как бы в разных логических плоскостях. Логического произворечия здесь нет. Есть, правда, огромные практические сложности, как работать в таких условиях, когда компетенция разных самостоятельных друг от друга органов распространяется на одну и ту же сферу. Но это уже совсем другой вопрос, он решаем, есть мировой опыт, не совсем подобный, но похожий. Несколько дополнительных примеров. Один из известных споров – спор о принадлежности суверенитета в сложном государстве. Авторы ожесточенно спорят, в том числе очень авторитетно, и кому принадлежит в таких условиях суверенитет. Между тем, опять же, предмета для спора здесь почти нет. Суверенитет – такая же многозначная категория, поэтому если из дискуссии о его принадлежности исключить дискуссию о понятиях, то останется, в общем-то, мир и дружба. По сути, можно сказать, что в зависимости от понимания суверенитета он принадлежит и федеральному уровню. Можно сказать, что понемногу принадлежит и федеральному, и региональному. Можно сказать, что он не принадлежит никому из них, а лишь является характеристикой государства в целом. Эти трактовки лишь выглядят как противоположные, в действительности столкновения между ними нет. Просто само слово «суверенитет» имеет в каждом случае особенное значение, а так все они вполне совместимы. Также практически не охвачена теоретическим аналитическим осмыслением категория принципов территориального устройства. В работах они описываются скопом, практически не разделяются те пары категорий, которые здесь обозначены. Не говоря уже о том, что многие из идей, которые официально даже называются принципами, в действительности таковыми не являются. Но это уже вопрос, требующий длительного рассуждения. Сецессия территориальных образований. Также здесь можно наблюдать недостаточность анализа, не различение, в числе прочего, допустимости сецессии и права на сецессии, отсутствие права на сецессию и запрета на сецессию, конституционно-правовой конструкции сецессии и международно-правовой. В результате получается, что спокойное, нейтральное, каким могло бы быть научное осмысление этой проблематики подменяется эмоциональным, патриотическим или космополитическим, наоборот, разговором. Что хотелось бы сказать в первую очередь о полученных результатах. Несмотря на тысячи опубликованных работ, пространство неизведанного оказывается на самом деле огромным. Это относится, наверное, к любому из общеизвестных даже вопросов, которыми занимаются общественные науки, не только к территориальному устройству. Вот некоторые выводы, которые получены были в ходе исследования. Среди них пару буквально я бы прокомментировал. В частности, как здесь обозначено, я попытался предложить принципиально новый подход к определению свойств федеративного государства. То, что практикуется сейчас, это, по сути, подход, который не разделяет концептуальные, базовые свойства явления изучаемого с практическими средствами, которые используются для поддержания и реализации этих свойств. В частности, в качестве необходимых признаков федеративного государства может рассматриваться их конституционное равенство. Может рассматриваться наличие конституционно-правовых гарантий неизменение разграничения компетенции, неизменение территории, субъектов федерации в одностороннем порядке федерации. Все это в действительности лишь средство достижения свойства, которое можно было бы назвать союзным характером отношений между двумя уровнями власти. Достичь этого союзного характера, в принципе, можно и другими средствами. И практика, и мировая, и, в общем-то, наша подтверждает, что можно обойтись, в принципе, и без правовых гарантий недопустимости изменений в федеративном устройстве. Они могут быть заменены политическими гарантиями, традиционными гарантиями, например, и так далее. Даже принадлежность учредительной власти в установленных пределах субъекта федерации это в действительности не настолько необходимый показатель, как это представляется. На практике, вернее, в теории можно предположить существование некоего государства, в котором законотворчество, в том числе и учредительного конституционного характера, осуществлялось бы единственным органом, но который бы в разных ситуациях действовал в качестве органа федерального и в качестве органа региональной власти. Я на основании тех свойств, которые приписал федеративному государству и другим формам государственного устройства, осмелился определить наше современное состояние, как не федеративное, а регионалистское. Причем, что мне кажется здесь даже более существенным, то, что Россия не является, по сути, федеративным государством, это никакое не горе и не проблема, не то, что требует исправления. Это вполне нормальное состояние, которое может быть и у любого другого государства. От того, что мы декларировали даже конституционно, что формой нашего государственного устройства является федерация, в общем-то, никаких обязательств на себя никто не взял. В федерации есть, прежде всего, теоретическая категория. Есть. Буду двигаться. Прежде всего, теоретическая категория. И от того, что провозглашена та или иная форма устройства, на практике это сказываться будет лишь в том случае, если будут конституционно-законодательно закреплены более детальные, конкретные положения. От того, что, скажем, Швейцария на части из государственных языков является конфедерацией, это не значит, что она конфедеративное образование. Никто этого не говорит. От того, что индийский союз есть союз, это не значит, что он тоже что-то конфедеративное. Аналогично и Соединенные Штаты Америки. Коротко попробую пробежаться по практическим проблемам. Начну с дефектов юридической техники. Их катастрофическое множество. Наше законодательство, к сожалению, чем более интенсивно, тем менее вдумчиво и тщательно составляется. В качестве маленького примера приведут цитату из закона об административно-территориальном устройстве Краснодарского края, в котором введена категория под названием подчинение административно-территориальной единице. И дано определение чудесное этой категории, как многоуровневой формы организации объектов административно-территориального устройства с четкой соотнесенностью территориальных единиц с определенного вида в скобках категории, иному виду категории административно-территориальных единиц. Спрашивайте, зачем это в законе, это не словарь все-таки. Кондиционно-правовое регулирование отношений в сфере территориального устройства, к сожалению, на данный момент, но уже давно, характеризуется весьма низким уровнем системности. Каждый источник создается практически без оглядки на уже существующий массив законодательства. В результате каждый блок законодательный, он по сути сам за себя. Процедурные схемы сочиняются по принципу, используя побольше механизмов и выстроим их в наиболее невероятном порядке. Чего стоит, например, проведение референдума по вопросу об образовании нового субъекта Российской Федерации до принятия федерального кондиционного закона по этому поводу? Референдум работает как тумблер, да или нет? Это механизм всегда для завершения принятия решения творческий, законодательный и так, должен предшествовать ему. У нас же все наоборот. Нет практически никакой внятной связи между тем, насколько сложным и комплексным является порядок принятия решений и то, что можно достичь при помощи этих решений. Самый простой пример. Для того, чтобы объединить 6 малонаселенных автономных округов с соответствующим краем и областями, потребовалось провести 11 региональных референдумов, принять 5 федеральных кондиционных законов. А для того, чтобы присоединить очень дорогостоящую и довольно населенную территорию Московской области к городу федерального значения, оказалось достаточно провести только консультации в органах публичной слушания, и в органах местного самоуправления заключить соглашение между субъектами федерации и утвердить его законодательными органами субъектов соответствующих и Советом Федерации. К сожалению, опять же, законодательство о территориальном устройстве, хотя, казалось бы, это правовая основа на очень длительную перспективу рассчитана, эта правовая основа весьма конъюнктурна и политизирована. По принципу, вот сегодня нужны нам вот такие изменения, мы только их и предусмотрим, ничего больше. В результате, например, получилось так, что не предусмотрено ничего, кроме как слияния уже существующих субъектов федерации, а в случае, когда происходит присоединение иностранного государства к Российской Федерации, на его территории, согласно федеральному конституционному закону базовому о порядке принятия и образования в составе Российской Федерации, новый субъект Российской Федерации, можно образовать лишь единственный субъект. В результате, когда присоединяли Крымский полуостров, просто пошли поперек предусмотренного, создали два субъекта федерации, хотя предусмотрена в федеральном конституционном законе возможность формирования лишь одного из них. 30 секунд о проблемах реализации. К сожалению, опять же, в России вообще довольно негилистическое отношение к формальным механизмам, в том числе к процедурам, в том числе со стороны официальных лиц. Процедура воспринимается прежде всего как некие препятствия, которые нужно преодолеть на пути к заранее известному решению, а не как средство выработки грамотного, легитимного решения. Пример, все тот же федеральный конституционный закон о порядке образования и принятия нового субъекта в состав Российской Федерации, говорит, что при образовании нового субъекта объединяться могут только граничащие между собой субъекты федерации. Хотя он был именно предназначен для того, чтобы избавляться от проблемы сложносоставных так называемых субъектов, в действительности, именно для этого он и не подходит, поскольку границы, строго говоря, между автономным округом, который входил в состав края, сейчас только в областях двух остались, не существует. Это не межрегиональная граница. И территория автономного округа является одновременно территорией области. Соответственно, использовать этот механизм, в принципе, было нельзя до тех пор, пока он бы не был изменен. Я прошу прощения, что я перебрал время. У меня еще пара слайдов осталось, я их не буду, конечно, засчитывать. Извините за внимание, как говорят. Больше не буду так. Спасибо. Спасибо. Вопросы трансформации территориального устройства находятся в плоскости политологической. Это вопрос политической воли, политических интересов. Естественно, что при принятии решений и при проектировании решений соображения лиц, которые этим занимаются, так или иначе будут воздействовать на конечный результат. Среди этих соображений будут соображения и правовые, и то, как они предвидят эффективность или неэффективность, или сообразность нецелесообразных принимаемых решений и так далее. По сути, здесь можно лишь довериться практическому, управленческому, политическому опыту, чутью и так далее, поскольку опереться на строгие выкладки, тем более, что предсказуемость здесь вообще настолько низкая, что подобная методика, я боюсь, она даже неразрабатываема. Кроме того, нужно иметь в виду, что в современных условиях территориальное образование, они больше давно уже не играют роли цехов государства. Это лишь некие ареалы создания некого экономического, политического иного климата, в рамках которого что-то может вырасти, может и не вырасти. Вот таким образом, надеюсь, я попал в Ваш вопрос. Ну, еще есть вопросы. Я просто хочу в комментариях, насколько вы нас обсудили. Это старая проблема права, философский права. Действительно, очень серьезная проблема, потому что как в свое время использовали. Какие люди, присящие потребные шаги, а в рамках архитекты использовали, которые важнее, там произошло, и вам нужно объявить философский факультет, объявить специфиций, хотя казалось, но. А в рамках архитекты права объявить за теологически. Это понятно почему, потому что правила всегда не достают основания. Вы сами сегодня об этом говорили, потому что в конечном счете происходят политические решения и основания правового республики. В связи с тем, что Бог, было бы проще. Надо от этого отошать. Вот так мы должны были везти, как надо. Мы поблагодарим.